Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в Тесте. И сегодня мы начинаем новую карьеру главного генерального менеджера в НХЛ-16. И сейчас мы назовем нашего главного тренера. Он был у нас Сосисович, как и был в 16-й. Он довел Вашингтон до чемпионства. И сейчас Сосисович у нас будет доводить Чикаго. Чикаго до чемпионства. Вот такая у нас будет команда. Лимит зарплаты. Все отлично. Начать ограничить зарплату. Начать карьеру за Чикаго. Сейчас мы с вами все посмотрим, все решим. Как я знаю, у нас тут будет новое оформление в карьере. К этому нужно будет привыкать. Также нужно будет привыкать к каким-нибудь новым дополнениям. Так что это все нормально. Как вы видите, новое оформление. Ну, чуть-чуть поменяли, конечно же. Но не так много событий. Чикаго тут сидела. Встреча с игроками. Климат в команде у нас появился. Матч всех звезд через 134 дня. Ну, так-то много интересного добавлено. Какая-то звездочка у нас тут. Показано. Возле Даллас. Я понимаю, что они Даллас-Тарс. Но зачем эта звездочка? Я не понимать. Ну что. Первый матч у нас с Колорадо. Сыграем им тем же стамп, который сейчас есть. Ничего менять не будем. Уровень сложности, честно. Давайте посмотрим. Я не знаю, какой у нас. Настройки лиги. Так, он у нас про финал стоит. Ну, давайте поставим звезду. Попробуем сыграть на звезде. Звезданутыми мы будем. Да. Все равно нам придется посмотреть нашу команду. Управление составом. Изменить звенья. Включить помощника. Защита. Вратари. Кроуфорд. У нас все-таки должен стоять первым вратарем. Он вроде бы и стоит, как у нас первый вратарь. Изменить звенья. Еще раз нажмем. Стартовый состав. Запасе вратарей дополнительной. Вратарей. Вот нажимаешь вратарист. Стоит как будто первый. Вот кроуфорд у нас будет первым. Повторем. В любом случае. Этот парень у нас будет первым. Но заметил я то, что скорость перемещения в меню увеличилась. Как-то более уверенно себя чувствуешь здесь. Быстренько там. Упс. Извиняюсь. Перемещаешься по менюшке. Загрузка вроде бы побыстрее пошла. Но на этом пока все и закончилось. Ну что. Красивый город Чикаго. После празднования. Видите, я кубка Стэнли. Не знаю, отошли еще или нет. Но мы уже готовы убрать еще один. Блэк Хоукс. Кличат. Болельщики. И у нас очередная фигня. Советы на льду. Которые включаются почему-то в каждый матч. И они не отключаются, когда я их убираю. Поехали. Кейн. Хороший бросок. Мартин на ворота. Как я видел в начале матча там у голкипера маленькая общая статистика. Поэтому неопытный голкипер сейчас стоит. У... Колорадо. Кейн накручивает. Дает пас на синюю. Можно щелкнуть. Ломается клюшка. Неудобно было бросать сейчас. Хосси. Хосси это тот игрок. За которого я еще играл в детстве. Кейн. Хороший прием. Очень хорошо играет у нас игроки первого звена. Ну вот, наконец-таки второе звено выходит. Анисимов. Как я знаю, в карьере нету Тихонова. Но в ультимейте Тихон есть. У нас удаление за подножку. Не вовремя мы там подкосили пацана. И первая шайба с пятака забрасывается. Все-таки на пятаке защитники не очень удачно играют. Домик голкиперу. Шайба наша отправляется. Через пятак вошли. На синюю. Хорошо. Распасовочка. Пока ничего прям хорошего не получается. Анисимов. Штанга! Ну Анисимов просто боролся за каждый сантиметр льда. Давал набор. В сайт. В сайт. Залетаем. Но Анисимов мог сейчас открыть счет для нас в этом сезоне. Было бы так символично. Бросок в одно касание не доходит до цели. Аккуратненько. Отыгрываемся. Хорошая была передача на пятак, да? Как вы видели сейчас. Уже на открытый угол. Но как-то не реализовали это игроки Колорадо. И можно уходить в атаку. Ошибка от защитников передачи мешает нас хорошей атаки. Шоу. Хороший щелчок из-под защитника вымерял я, чтобы шайба прилетела между ног. Чтоб защитник закрыл всю видимость вратарю. Но нет. Вратарь все увидел. Все читал, как говорится. Видимо, молодой голкипер играет сейчас у Колорадо в этом матче. Они подумали, смысл нам ставить опытного вратаря. Все равно играем против Чикаго. хорошо. Мы сейчас бросали в дальний уголок, в ближний уголок, где вратарь имел только одну ловушку, но и этой ловушкой он отбил. За подножку опять мы удаляемся и опять есть шанс у Колорадо на то, чтобы забросить шайбу в большинстве. У нас в последнее время почему-то не удается выиграть сбрасывание. Хороший бросок голкипер Ерис взял ее за Доров. Я поднимаю сейчас. Играл в обороне. Аккуратненько играем. Не обладает по шайбе кто-то из игроков Колорадо и выводится шайба из зоны. Отлично. Выиграли вбрасывание. Шоу. Не обыграл защитника наша шайба. Шоу. Это не Люк Шоу из Манчестер Юнайтед. Это свой шоу из Чикаго. Через пас вышли из зоны. Игроки Чикаго и не реализовывают они, кстати. Большинство как в прошлый раз. Попадает своего же игрока который был на пятаке закрывал видимость вратарю. И сейчас могло быть очень опасно. Шоу. Снова же шоу. Не меняется у нас игроки почему-то бросали вближие, но помешали. Пас на шоу. Можно бросить. Попадаем своего же. Кейн стоял сейчас на пути шайба. Не очень хорошо мы отыграем этот период. Проиграли его вчистую. По броскам тоже проиграли. Меньше нужно удаляться. Четыре минуты штрафного времени. Нужно забрасывать. Нужно обязательно забрасывать в этом периоде. Не давать больше колорадов от нас отрываться. На пятак шайба выстреливалась. Было очень трудно там защитников сыграть, но они сыграли. Кейн. 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 Улетает за ворота, хотя там нарисована сетка, но кстати нет, на этой площадке нету сетки. Дали спокойно на пятак выйти игроку и бросить. Это печально. Чикаго в атаке уже. Сталкиваемся с забороной. С забородой. Какая хорошая передача на пятак и отправляется шайба по штанге уже в ворота. Очень хорошо сейчас раскатали через пас оборону и Артем Анисимов Артем Анисимов все-таки делает то, что я и хотел. От него забивает первую шайбу за Чикаго в НХЛ именно в этом сезоне. раз возник . . силовой прием травма там игрока конечно жестко против него сыграли довольно таки то больно его было наверно игрок у нас отлично прошел пас прервался пас прервался один можно через силовой прием шоу перехватывал передачу ох на пятаке потеря шайбы очень было опасно сейчас хорошо все отлично бросок и не попадаем просто створ обидно обидно встреча хоса и силовой прием против косы уже у как же жестко играет игроки колорадо против нас причем это они в атаке такие жесткие пытаются отобрать шайбу именно в нашей зоне это у них получается отлично играем в борт игроком бросок попадаем прямо в гол кипера и опять же силовой прием и тут можно сделать силовой прием но 21 тоже хорошие передачи и красивая шайба в ближний угол от хэнли ну что 2121 после передачи задорова силовой прием но потеря на пятаке обидно можно дальше отдать хорошо потеря шайбы неожиданно потеря шайбы кейт можно играть в борт дальше отдаем разгоняем атаку можно было вот игроку который вкатывался рядом с тобой это анисимов был анисимов уже может забрасывать и уже забросил одну и вторую забросит дано дошла до него шайба ближний угол закрыт не дать не дать не дать бросить на последних секундах если часа и возлетела это было бы очень печально ну что 21 это конечно же не проблема в атаке у нас конечно ничего не получается но это все исправимо просто нужно давать точные передачи у нас это как раз таки и не получается именно в атаке именно вот такие вот потери шайб или после передачи или пост попытки бросить извините бросок отскок конечно нашему игроку был он просто не успевал этот скок вот это бросок с острого угла шайба в воротах неожиданная шайба если честно давайте посмотрим повтор наша курица спрашивает да как же так я задаюсь тем же вопросом до ближний угол был просто на распашку открыт там было не сложно попасть 17 42 у нас есть на то чтобы сравнять счет хотя бы это будет сложно но возможно если конечно же кроуфорд не пропустит еще одну шайбу что как-то он далеко выкатывается из ворот 14 уже сделать у нас бросков всего было по воротам вошли в зону надо расположиться просто главное не потерять ну вышли из зоны сразу же как только в нее вошли анисимов да вы блин застрял в вратарей все и фиг выйдешь вошли в зону очередной раз уже нужно закрепляться анисимов еще один бросок еще один бросок анисимов просто долбит по воротам ему кофигу на всех и на вся галкипер даже не выходил на эту шайбу кейн никто не поможет ему бросок в дальней хоса а подобрать задоров опять же этот гад который создаёт голевые передачи кроуфорд отдай речь и речь и играем хоса не получилось хостик пройти там отлично кейн играет отбивая шайбу кейн дальше на тоуса почему ты не перекладываешь шайбу на неудобную руку и не бросаешь печально печально сейчас сыграли игроки у нас показывают все наши атаки которые не получаются подставленная клюшка нету подставленной клюшки и воротарь то лежит очень обидно очень обидно есть кому подобрать здесь потеря шайба очередная уже как-то не удивлен этому и снова передача у нас просто не проходит да но подбор шайбы будет не очень хорошо входит в зону игроки колорадо 5 минут у нас остается кейн шайба в ворота в домик в домик хоса сейчас ее отправил отлично есть у нас 4 и 10 до конца матча на то чтобы эту шайбу фу шайбу этот период свести к ничьей обманочка конечно не прошла но хоса вовремя подобрал шайбу ну что 3 2 нужно забрасывать чикаго гол окей мариан хоса три минуты остается очень хорошо сейчас играет кто-то из колорадо окей окей бросок снова блокируется окей вошли в зону не теряем ни секунды не теряем ни секунды не теряем ни секунды как говорится окей ближний угол мы сравниваем счет вот 3 3 потрясающая шайба продавец напитков аж был в шоке от этой шайбы Патрик Кей потрясающий бросок в ближний угол просто на неудобной высоте для воротаря между блином и щитком шайба отправляется в ворота за 57 секунд до конца матча мы сравниваем счет и возможно переводим матч в овертайм если бы конечно или мы или наши соперники не очнутся и не захотят забить нам еще одну шайбу попадает в шлем очень опасно очень опасно у наших ворот хорошо хорошо играет просто Кроуфорд отлично играет ох как же жестко играется против наших защитников от сайта от сайта колорадов снова этот задоров будет ли выиграть выбрасывание выиграть выбрасывание это хорошо потеря в своей зоне это очень очень плохо я вам скажу потому что вот почему 3 и 6 до конца матча он вышел из за ворот и просто бросил с неудобной руки Кроуфорд Кроуфорд просто вышел и забил обидно обидно что мы с вами проиграем за 3 и 6 до конца матча вроде бы сравняли за 57 секунд но нет это это все это все поздравляем мы конечно Колорадо с этой победой но мы были недостойны этого поражения так как вы видите наши игроки входит первое и второе место третий занимает Содерберг который забросил последнюю шайбу по статистике мы бросили всего лишь 13 раз наши соперники 26 нужно подтягивать именно броски по воротам ну что увидимся с вами в следующей серии подписывайтесь на канал ставьте лайки вступайте в группу вконтакте всем пока